Привет всем! Сегодня у нас урок для тех, кто хочет научиться прыгать во флаге на шесте. Элемент пришел из китайского пилона, его успешно адаптировали на обычный шест. Ну, честно говоря, я советовал бы вам учить его на улице на обычном шесте металлическом, можно накрашенном, настойте турника, как я его учил, и уже потом переносить на обычный пилон. Потому что на обычном пилоне будет довольно-таки затруднительно, руки будут скальзывать. Ну, если уж у вас совсем ничего нет, кроме вот обычного шеста, советую хорошенько его протереть, не пользоваться воском, айти-гриппом, то есть руки должны быть сухие, ничем не обработанные, пилот тоже должен быть сухой. На самом деле, этот трюк, он является основным для множества, я бы сказал, может даже десятков трюков, вариаций, переходов. То есть выучив прыжки во флаге по шесту, вы довольно-таки неплохо разнообразите свой арсенал трюков. Перейдем к подготовительным упражнениям. Чтобы начинать учить прыжки во флаге, вам необходимо уметь только две вещи. Стойка на руках, более-менее, и обычный флажок, вот такой. Я уверен, многие из вас умеют уже это делать, поэтому можете сразу начинать. Прыжки во флаге могут научиться не только парни, но и девушки. Силы здесь используется не так много, в основном все упирается в технику. Сейчас я вам расскажу. Основная вещь, это как научиться делать импульсные толчки. Основа для импульсных толчков будет следующая. Мы попробуем делать на спине. Уложитесь на лопатки. И пробуйте отталкиваться ногами так, чтобы ваша спина отделялась от кого. Многие делают вот так, это главная хитка. Конечно, при таких толчках никуда вы не взлетите, никак вы двигаться не будете. То есть в момент толчка вам нужно сгруппироваться, напрячь пресс, так, чтобы ваша спина отделилась по... Только вы научились делать на спине, пробуйте также делать на руках. Толчки ногами должны быть подобные. Собственно, вот. Вы, наверное, заметили, что я немножко еду вперед. Такое же движение рук должно быть во флажке. То есть вы беретесь вот таким хватом, все пять пальцев, хват верхний. Вторую руку. И вставите во флаг. Прижимайте колени как можно ближе. Как можно ближе к шесту. Потому что вторая главная ошибка людей. Корпус отходит сильно от шеста. И при первом же прыжке вы просто падаете, зад падает. Если вы прижимаетесь как можно ближе к шесту, то при прыжках у вас как бы зад будет все время на одном месте, и вы будете просто двигаться вверх. Важно еще постоянно держать верхнюю руку в напряженном состоянии, и не давать ей обходиться в шеста. То есть она всегда должна быть вот где-то вот так согнута. Во время прыжков вы вообще не думайте о нижней руке. Нижняя рука у вас стоит в ступоре, как в обычном флаге. Все, что вы видите перед собой, это ваши колени и ваша рука. Чтобы отслеживать, как она у вас расположена. Когда вы более-менее научитесь прыгать во флаге, вы можете при помощи таких же непростых толчков ногами просто менять пады. Например, с такого, на такой, на локоть. Ну, выглядит это примерно так. Что-то типа того. То есть это довольно неплохо, потому что вам разбирать переходы между элементами. Следующее упражнение. Это переставление нижней руки. На самом деле нижнюю руку можно так же переставлять, как и верхнюю. То есть можно с такого хвата переставлять на такой. Можно ставить на локоть, можно ставить и обратно. Можно выходить с шоу до франта во флаг. В общем, что нужно для этого сделать? Во-первых, очень неплохой подготовкой будут вот такие же переставления руки во флаге, но на шведской стенке. Если вы попробовали вот эту вещь на шведской стенке, вам будет всё даваться более просто. Есть ещё один лёгкий момент, но сложный для координации. Это с флага ставить руку на пол и обратно на пилон. Советую вам начинать не в любой стойке, а слабо снижать вниз. Делать толчок ногами, ставить руку и снова ставить руку на пилон. Вот, как-то так. Так просто будет удобней. Если вы встанете в стойку, то у вас ощущается тупняк, когда тут лучше, когда там переставить руку. С шеста на пол на шест, более понятно. Можно вообще прокачиваться. Для баланса и техники просто делать прыжки на одной руке и держать второй рукой за шест. Как вы видите, прогиба в спине быть не должно. То есть вот такой штуки быть не должно. То есть вы когда встали, вы немножко тянете колени на себя и получаете как будто такой небольшой маленький флаг. И с него лучше. Начинаете прыгать. Запишите себя на видео, смотрите, правильно ли вы делаете. Когда вы попробовали и то, и другое, и третье, делать это постоянно. Пытайтесь связать между собой. У вас увеличится арсенал трюков. Вы можете делать более мощные переходы, более интересные. Там, например, уже прыгать не на руке, а на локте, вот такие вот вещи. Представлять как угодно хваты. Просто экспериментируйте, тренируйтесь, прокачивайтесь. Все у вас получится. Удачи! 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 Продолжение следует...